А жизнь дороже, чем пистолет клеевой. Главное не быть косорукой, косожопой и так далее, и не такой косячный, как я. Ну что, надеюсь, вы готовы, мои дорогие зумики, к первому сентября и ко всей этой школьной движухе. Надеюсь, что нет, но после этого видоса вы точно будете просто пушечно готовы ко всему. Ко всяким лайфхакам, пранкам и так далее, потому что в этом видосе я буду проверять всякие разные лайфхаки и пранки с канала Five Men of Craft. И ребери, и делай. Не забудьте подписаться на канал, потому что я безумно сильно для вас стараюсь. Хочу, чтобы вы были самые подготовленные в школе, чтобы вас никто не смог пранковать, потому что только вы будете знать все пранки, которые реально работают, а также будете знать все лайфхаки и будете учиться просто на отлично. Так что подписываемся прямо сейчас, ну и ставим лайк, потому что мне будет очень-очень приятно. Но я тем временем уже готова начинать, и мы с вами переходим к первому лайфхаку. Проверка школьных лайфхаков бери и делай от Маши Zoom. И первый лайфхак называется «Спортивная форма в носке». Все очень просто. Сворачиваете одежду, выворачиваете носок и надеваете его на сверток одежды. Как вы уже, наверное, поняли, нам предлагают сформировать как-то свою школьную форму спортивную в носок, то есть всю форму запихать в носок спортивный. Я подготовила все то же самое, что было на видео. Там были шорты, но у меня это леггинсы. Также есть спортивный топ, футболочка и носки. У меня самые большие спортивные носки это вот такие, поэтому у меня уже вопросов много. Получится ли это сделать. Итак, мы берем нашу форму, как-то вот так вот ее закатываем в куличик. Нет, сначала надо носочек вывернуть. Точно-точно, я уже нарушаю лайфхак, а это нехорошо. Вывернутый носок готов. Теперь, не знаю, за что хвататься первым. Вот так вот заворачиваем колбаской такую нашу форму. Под мышку ее берем, берем носок и пытаемся все впихнуть в носок. Мне кажется, я сейчас такими темпами сломаю себе все ногти. Что-то не получается. Надо было твои носки брать чуть побольше. Это я оператору говорю, потому что у него носочки-то побольше будут немножечко. Тушь тяну не входит. Давайте уберем этот огромный топ спортивный. Буду не в спортивном бегать. И попробуем запихнуть хотя бы в носок леггинсы и футболку. Надеюсь, что хотя бы это сработает. А, еще же носок. Я же не буду в одном бегать, правильно? Подождите, у них там так все красиво было сложено. У них правда, честно говоря, был носок побольше, чем мой. Но у меня нету больше носков, то есть это максимально. Я не ношу гольфу, как было показано на видео. Да и вообще, мне кажется, мало кто из девочек носит гольфу. Только если занимаются каким-то специальным видом спорта, там, где они нужны. А в обычной школьной форме. Но у меня не было гольфов, поэтому и в жизни в обычной я их не ношу. Но что сказать. Я все-таки смогла запихнуть свою форму в носок. Это выглядит нормально. Но у меня здесь только футболка и только леггинсы. Спортивный топ у меня не вошел. Ни при каких вообще условиях. А, еще есть носок. Решать, конечно, вам пользоваться таким лайфхаком или нет. В принципе, это удобно. Если только донести туда, а когда обратно. Типа в потный, вонючий носок. Скидываю, что и в потную, вонючую форму. Ну, хотя, в принципе, тоже пойдет, сойдет. Все вообще равно стирать. Главное, не забыть все достать перед стиркой. В общем, лайфхак такой сомнительный. То есть, и он стопудово и не работает, и стопудово не не работает. Короче говоря, непонятно. То есть, стопудово работает, стопудово. Ну, короче, вы меня поняли, да? Типа, ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо. В принципе, можно им воспользоваться при желании. Но я бы им пользоваться не стала. Уж лучше все в пакетик сложить и пойти спокойно со своей сменкой на физкультуру. Ну, а вы пишите в комментариях, смогли бы вы пользоваться таким лайфхаком. И имеет ли место быть, может быть, реально попробовать с гольфами? У меня их просто нету дома. В общем, у меня к вам задание. Попробуйте сделать то же самое, только уже с гольфами дома. У кого они вдруг есть, пожалуйста, не поленитесь. Выложите историю в инстаграм. Я их буду репостить в свой инстаграм, чтобы мы видели, с гольфами получится такое сделать. Или нет. Ну, а мы с вами переходим к следующему лайфхаку. Проверка школьных лайфхаков. Бери и делай от Маши Zoom. И второй лайфхак называется «Шпаргалка в бутылке». Нам нужно отклеить этикетку от бутылки, приклеить к обратной стороне этикетки шпаргалку и приклеиваем ее обратно. На этот раз мы будем делать с вами шпаргалку. Самую настоящую шпаргалку. Нам понадобится любая газировка. Я взяла такую же как видео спрайт. Также там был листочек со всякими формулами, но у меня такого нет. Я решила немножко модернифицировать эту шпаргалку и взяла малярный скотч, на котором очень удобно писать. И если у вас нет распечатки дома, то есть принтера, мне кажется, можно воспользоваться им. А также ручка, чтобы хоть что-то написать. И что нам нужно сделать? Конечно же, отклеить этикетку. И теперь мы берем наш малярный скотч. Ну, либо же какую-то другую шпаргалку. И помещаем ее на этикетку. Я, кстати, измеряла специально, и малярный скотч, он по ширине идеально подходит к этикетке. Главное попасть туда, куда надо. Текст, текст, текст. Ну, почти, слушайте, перфектно. Теперь пишем какие-нибудь формулы. Типа здесь А в квадрате плюс Б в квадрате равно С в квадрате. Потом Маша Зум. Трум. Бест оф зе бест. Ну, и так далее. Что хотим, то и пишем. Там Трум-трум. Они обычно пишут 5 минут крафт. У всех не особо-то хорошая фантазия. Просто пишем название каналов и так далее. Теперь это все обратно заворачиваем и заклеиваем. И теперь мы, когда сидим на контроле, мы это все можем видеть. Ну, я вижу. Я вижу А в квадрате плюс Б в квадрате. Я вижу Маша Зум. Я вижу Трум-трум. Слушайте, я думала, через зеленую упаковку спрайта не будет видно ничего. Но мне все прекрасно видно. Теперь предлагаю вам заценить это и посмотреть вообще, годно это или стрёмно. Я не знаю, сейчас оператор постарается вам передать всю красоту того, что здесь происходит. Надеюсь, вы все увидите. Но мне серьезно видно. Сейчас я не вижу ничего, потому что с обратной стороны этикетки не написано никакие формулы. А с моей стороны все хорошенечко видно. Ну-ка, давайте поставим типа вот так вот. Вот я такой злоучитель, смотрю, но я вот ничего не вижу. Если повернуть, то вот так, конечно, видно. Я вижу, что написано Маша Зум. В общем, тут знаете, как надо делать? Себе ставим этой стороной, а к преподавателю ставим чистой стороной, чтобы когда он проходил в эту сторону, не было ничего видно с этой стороны бутылки. А вот если он пойдет в обратную сторону и вдруг посмотрит на вашу бутылку и увидит там какие-то надписи, вот тогда у него будет очень много к вам вопросов. А так, этот лайфхак очень даже неплохой. Я ему ставлю плюс. И, в принципе, я бы им пользовалась даже в этой школе или в универе. Очень удобно, очень круто. И можно брать даже зеленую бутылку, а через прозрачную будет еще круче видно. Так что жирный плюс этому лайфхаку. И мы переходим к следующему. С помощью данного лайфхака нам предлагают нарисовать круг без помощи циркуля и каких-то вот таких вот специальных штучек для того, чтобы можно было рисовать удобные круги. Это уже не первый лайфхак по поводу кругов. Я уже сколько проверяла, и все они были не рабочими. Так вот, надеюсь, что этот будет рабочий и он максимально простой. Нам понадобится лишь вот эта вот наша косточка кистей. Не знаю, как она правильно называется. Карандаш или ручка. И, собственно говоря, та бумага, на которой нам нужно нарисовать круг. Мы берем карандаш. В моем случае берем косточку. И теперь начинаем рисовать круг. Так, тут непредвиденные проблемы. Косточку главное не отпускать. Ну, как-то так у меня получилось. Почему у них был такой идеальный круг, я не понимаю. Может быть, с моей косточкой что-то не так? Либо нужен какой-то безграничный опыт рисования этих кругов? И я не знаю. Мне кажется, что этот лайфхак очень сомнительный. Вы сами все видите. Во-первых, какой круг получается? Один всего лишь диаметр. Он огромный, как вы видите. Он не совсем ровный. Но, в принципе, в принципе, я всегда такая жалею эти бедные лайфхаки. И хочу хоть что-то хорошее в этом лайфхаке увидеть. В принципе, он рабочий. Здесь нужно как-то наловчиться, рисовать эти круги. Но, единственное, что очень больно косточку. Она прям трез об эту бумагу. Это очень неприятно, очень мерзкие ощущения. И даже мне сейчас второй раз не хочется пробовать это делать. В общем, я этому лайфхаку ставлю минус. Потому что больно, неприятно. И круг все равно идеально не получается. Ну и переходим к следующему. Проверка школьных лайфхаков. Бери и делай от Маши Zoom. Четвертый лайфхак называется радужный маркер. Нам понадобятся три маркера разных цветов. Прислоняем два маркера к одному, чтобы впитался цвет. И можем рисовать. Теперь я, наконец-таки, проверю лайфхак, о котором мечтаю проверить его тоже уже, наверное, не первый back to school сезон. Открываем наш наборчик. На желтом нам нужно нарисовать зеленым маркером. Ну, вернее... Ладно, короче, смотрите. Не буду ничего базарить. Просто рисую. Вау! Нифига себе, как красиво. Офигеть. Только, по-моему, он там все заполонил, это зеленый. И места для желтого и розового уже ничего не осталось. Теперь заполняю розовым. И давайте смотреть, что же в итоге у нас получилось. Там делают вот такие вот линии красивые. Офигеть. Намека на желтый цвет даже нет пока что. Теперь давайте попробуем в обратную. Ого, офигеть. Офигеть, круто. Вы видите, да, маркер уже очистился. Я провела несколько линий. То есть сначала все было прям супер-пупер-мега насыщенно. Потом все тускнее, тускнее, тускнее. И в итоге маркер обратно превратился в желтый. Я на все 500% раньше была уверена, что этот лайфхак не работает. По-моему, даже его проверяла. Чисто сама между собойчик такой устраивала. И у меня что-то не получалось. И теперь я вижу то, что лайфхак-то действительно рабочий. И можно пользоваться, выделять как-то красивые какие-то записи в тетрадях и так далее. В общем, берите на заметку, если вы его еще не взяли себе несколько лет назад на заметку. Если вдруг вы только сейчас о нем узнали. Так что это прям для вас. Он работает, он крутой. И мы переходим к следующему. Проверка школьных лайфхаков. Бери и делай от Маши Зум. И пятый лайфхак называется ластик из термоклея. Берем простой карандаш, наносим горячий клей, ждем застывания и можем пользоваться. Подсъемка. Подсъемка бешеная. Вы все видели, да? Вы все прекрасно видели. У меня клеевой пистолет упал в миску баксика с водой. Собственно говоря, мне ничего не помешает проверить этот лайфхак, потому что мне просто-напросто понадобится вот этот вот стержень клеевого пистолета, который как раз-таки и должен стирать наш карандаш. Давайте нарисуем какое-нибудь милое сердечко. Напишем бумс. Бумс. И попробуем стержнем уже стереть. А, собственно говоря, карандаш. Пробуем. Ого. Я вижу то, что карандаш стирается, и помимо всего остального я вижу клей на своей тетрадке, который не очень хорошо убирается. А, нет, убирается. Вместе с тетрадкой сразу. Мы практически до идеала очистили листок. Я, конечно, вижу там небольшие следы карандаша, но так и с пластиком бывает. И что мы видим? Этот лайфхак действительно работает. Единственное, что будьте, пожалуйста, аккуратны, когда будете его использовать, а также будьте готовы к тому, что у вас чуть-чуть сотрется вот этот вот слой бумажки, по которому вы будете проводиться этим клевым пистолетом, потому что клей каким-то образом остается на бумаге. Но лайфхак действительно угодный, действительно работает, и заносим его в копилочку годных и рабочих лайфхаков. Но мы переходим к следующему. Проверка школьных лайфхаков бери и делай от Маши Zoom. Шестой лайфхак называется мультиручка. Нам понадобятся изолента и несколько ручек. Скрепляем вместе под небольшим углом и можем пользоваться. Если вы хоть раз смотрели какие-нибудь школьные лайфхаки, то вы стопудово видели этот лайфхак, потому что ему уже несколько лет. Я его постоянно вижу на обложках, и они набирают просто миллионы просмотров. Снимаем колпачки, и там их нужно, кстати говоря, поместить по каким-то определенным углам. Для меня, мне кажется, будет самое сложное сделать именно это. Они как-то вот так вот выстраиваются. Так, пожалуйста. Нет, нет, аккуратно. О, нифига, он приклеился как жестко. Теперь самое сложное, их нужно перевернуть. Отрезаем кусочек этой изоленты. Собственно говоря, вот она, наша бешеная конструкция, которая красуется реально на всех обложках разных каналов со всякими лайфхаками. И теперь мы пробуем таким образом что-то написать. Блин, ну я, видимо, сильно большой угол взяла, потому что как-то сверху неудобно. Блин, красное вообще сложно, очень сложно. Они попадают просто на лист бумаги. Вот так вот прикольно. С красной проблемой и с зеленой тоже. Зеленая вообще не пишет. О, пошло, пошло дело. Да е-мое, почему? Пишут только две. Давайте проверять этот лайфхак заново. Я от него не отстану. Может быть, знает кто-то еще один лайфхак. На каком расстоянии их нужно ставить? Если знаете, то напишите в комментариях. Наша бешеная конструкция снова готова. Пробуем испытать ее во второй раз. Погнали. О май гад, это действительно работает. Офигеть. Е-е-е, это был тонкий намек на то, что пора подписаться на канал. Если ты там по ту сторону экрана до сих пор сидишь с красной кнопкой на моем канале, то как бы давай, типа, сделай серенькое, и тогда будет все супер круто. И этому лайфхаку я даже не знаю, какую дать оценку. Он вроде бы работает, вроде бы не работает. Вроде бы прикольно, вроде бы и непонятно. Оно, наверное, это больше плюс, чем минус, потому что все как бы норм. Главное тут приналовчиться. Главное не быть косорукой, косожопой и так далее. И не такой косячной, как я. Но, в принципе, если получилось у меня, значит, получится и у тебя 100%. Так что этому лайфхаку так и быть я уж поставлю плюсик, потому что реально прикольно получается. Я прям залипла, как вы видите. Мне все хочется рисовать, вырисовывать всякие разные штучки, цветочки, загибуленьки. Короче говоря, реально прикольно. И мне кажется, классный такой лайфхак, используется всякими цветными гелевыми ручками, фломастерами и так далее. И это красота уходит у нас в годные лайфхаки. А мы переходим к следующему. Проверка школьных лайфхаков. Бери и делай от Маши Zoom. Седьмой лайфхак называется ножницы линейки. Все очень просто. Чтобы разрезать бумагу, нужно плотно сжать в руках две линейки и повторить движение ножниц. Как вы понимаете, если у вас нету ножниц, нам предлагают воспользоваться двумя линейками. И, собственно говоря, с помощью этих двух линейок можно типа покромсать бумагу. Короче, мы берем вот эти вот линейки вот таким вот образом, как показано на лайфхаке. Лайфхаке. И пытаемся разрезать бумагу. Я не знаю, как они там это делают. Я вообще не представляю. Вообще, мне реально просто ноль представлений, как можно разрезать бумагу с помощью... Вот, смотрите, как надо резать бумагу с помощью... Вот то, что они там предлагают, фигня полная. Так можно и с помощью карточки любого разреза, с помощью учебника, дневника вообще, с помощью любой тетради даже можно отрезать все листочки. Потому что, блин, об этом все знают. Это всегда так работало и работает. Мне кажется, это наши прабабушки также разрезали бумагу, как я сейчас ее разрезаю. А вот с помощью того лайфхака, ну не знаю. Возможно, в каком-то следующем выпуске я найду другие какие-нибудь, ну вы понимаете, линейки. И попробую разрезать бумагу с помощью них, как было показано в лайфхаке. Если у вас есть время, пожалуйста, тоже его проверьте. Выложите, пожалуйста, у себя в инстасторис и отметьте меня обязательно. И тогда мы с вами посмотрим, работает этот лайфхак или нет. Буду репостить себе в сторис. Так что, если есть время, то буду рада, если вы нам всем поможете. Ну а теперь у нас с вами на десертик осталось кое-что очень интересное. Давайте переходим к следующему. Проверка школьных лайфхаков. Бери и делай от Маши Zoom. И на десерт у нас пранк. Под названием «Нарисуй ранку спящему соседу по парте». Понадобятся гелевые ручки и штрих. А дальше уже ваша фантазия. На десерт, как я вам и обещала, будет что-то супервкусное, необычное и устрашающее. Школьные пранки. Мы берем сначала красную гелевую ручку и рисуем на пальце типа рану. Погнали. Рисуем вот такую вот прям кровоточащую красную ранку. Далее мне нужен штрих. Им нужно обработать края ранки. Это очень странно выглядит, я сама согласна. Но они делали как-то так. Там было на что-то белое. Супер-пупер-мега белый. И он не сильно-то растриховывается как-то. Чуть-чуть зеленый. Так вот типа грязь такая. Грязь, грязь, грязь. И сразу же берем черную ручку гелевую и тоже рисуем грязь. И типа такие тени создаем. Обязательно все это размазываем пальчиком. Чтобы выглядело максимально как-то аккуратно. Типа зеленка, знаете, уже зеленкой обработали. Короче говоря, выглядит это как-то так. И если я действительно уснула на парте, как там уснула эта девочка, и я потом просыпаюсь, а у меня на пальце вот такое вот. Наверное, с просоня мне покажется, что какая-то фигня. Давайте я типа уснула и проснулась. Постанова в видосе. Кого это? Что это? Ну блин, ну реально выглядит как будто рожающе. Просто какая-то жуткая постанова получается. Но на самом деле, не знаю, решать вам. Мне чисто вот так вот издалека кажется, что реально какая-то фигня. У меня как будто какая-то засохшая болячка. Если присмотреться, то уже видно, что что-то не то. А вот если издалека смотреть, то реально выглядит прям реалистично максимально. Если постараться, если есть какие-то навыки художника, у меня их нет, я очень плохо рисую, вы все об этом знаете. Ну и то, в принципе, хоть как-то получилось. Так что этот пранк можно как-то засчитать. И мне кажется, можно поугарать так над своими одноклассницами, над своей одноклассницей, которая боится крови. Вот стопудово у вас есть в классе девочка, которая до усмерти боится кровью. Вот ее нужно разыграть именно так вот серьезно. Я бы там, наверное, вообще заверещала, заорала и все такое. Ну что, надеюсь, что вам понравились эти проверки лайфхаков, пранков. Если вы хотите еще больше подобных видосиков, то поддерживайте лайками, подписками. И обязательно пишите в комментариях, что мне проверить в следующий раз. Или какое видео вы хотите видеть завтра на моем канале. Потому что видосы выходят каждый день. Я очень сильно для вас стараюсь. Я вас очень сильно всех люблю. И надеюсь, что вам было весело и круто вместе со мной. Спасибо, что были все эти минуты вместе со мной и с Денисом. И до скорых встреч. Всем пока.